Мир Божий вам! Мир Божий вам! Господь, прославляйся через песнопения, словословия, молитвы детей Твоих, и также говори нам сегодня через слова откровения Твоего. Господи, мы также просим Тебя за тех братьев и сестер наших, кто не участвовал сегодня в утренние часы заповеди Твоей святой. Благослови участвовать, продумывая те страдания и смерть за наши грехи и за наши беззакония. Господи милосердный, Ты скоро грядешь, и даруй нам быть уверенными в том, что мы спасены. Ты возьмешь нас в себе в Церковь Твою Святую, на восхищение и на свете, не там на облаках с Тобою. Благослови нам быть готовыми на всякое время, на всякий миг. Господи, благослови и всю нашу большую поместную церковь. Всех членов нашей Церкви благослови. Молитва в этот вечер о тех, кто не имеет возможности пощать дом Твой, о больных, о престарелых, одиноких, Господь. Особенно тех, кто находится в госпитале сейчас. Благослови их, поддержи здоровье их. Ты наш врач и исцелитель. Ты вчера, сегодня и вовеки тоже. Благослови все служения в нашей Церкви. И детское служение, и занятия в воскресных классах. И также молодежное, подростковое служение. Занятия с крещаемым, Господи. Мы желаем, чтобы Ты прославлялся, и Церковь Твоя увеличилась и количественно, и качественно. Прибудь Ты с нами, и благослови, и в город, и в страну, в которую нас переселил. Благослови начальство и власти. Господи, вот Ты знаешь, сейчас предварительные выборы будут, чтобы действительно прошли те, кто угодный Тебе, наш Господь, кто боится Тебя, исполняя Слово Твое Святое. Даруй нам мудро, свято, непорочно жить в этом злом, развращенном мире. Тебе да будет слава. Тебе да будет честь, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа нашего Господа. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы споем молитвный гимн, общим пением из сборника номера 1585. 1585-й. Тихий час вечерний, день трудов угас. Боже милосердный, Ты услыши нас. И далее служение хора. Тихий час вечерний, день трудов угас. Боже милосердный, ты услыши нас. Боже милосердный, ты услышишь нас. Песня. 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 Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, посетившие наши вечерние богослужения, дорогие друзья, смотрящие нас на экранах, я рад всех приветствовать и очень приятно, я думаю, всем нам находиться в этот вечерний воскресный час здесь, в Доме Божьем, в Доме молитвы. Мы знаем, что завтра начнется новая трудовая неделя, начнется суета, хлопоты, повседневная жизнь, но тем не менее давайте еще немножечко подзарядимся вот этой вот божественной энергии, почитаем из Слова Божия, порассуждаем и что-то положим в свои сердца, чтобы понести через эту трудовую неделю. Итак, я предлагаю прочитать три места Священного Писания, первое из которых записано в Евангелии Марка, 15 глава 22-28 стихи, и привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино сосмирную, но он не принял. распявшие его делили одеждой его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распили его. И была надпись вины его, царь Иудейский. С ним распили двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. «И сбылось Слово Писания, и к злодеям причтен». К злодеям причтен. Христос, Сын Божий, живший на земле, ходивший и творивший чудеса, к злодеям причтен. Второе место Писания, первое послание Коринфянам, 11 глава, 28 стих. Также всем известное место Писания. Здесь, в этом эпизоде, апостол Павел рассказывает, дает подробные инструкции, как нужно относиться к вечере Господней. Вот то, что мы сегодня с вами совершаем. И один из стишков, 28-й, следующие слова. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». И последнее место я быстренько прочитаю. Матфей 22, 11, 14. Здесь эпизод из притчи о брачном пире, когда царь устраивал пир для своего сына, брачный пир, пригласил званных, и званные отказались. И вот что произошло дальше. Он позвал всех с улицы, кого только могли найти его слуги, нищих, увечных, коллег, бездомных. И царь, и дом наполнился возлежавшими. И вот, 11-й стих. «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. «И тогда сказал царь слугам, связав руки ему и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Дорогие друзья, давайте с вами немножечко порассуждаем. Сегодня мы собрались здесь вспомнить, наверное, не самые приятные моменты в истории человечества, да? Как вы думаете, какое самое великое зло совершило человечество на протяжении своего существования? Мы знаем, что зла очень много, и иногда нам кажется, что гораздо больше, чем добра, чем ничего-то, что назвать можно добрым деянием. Но вы знаете, что все в мире относительно, и вот когда первые исследователи из Европы начали совершать свои путешествия в страны еще не цивилизованные, где жили дикари, и они столкнулись с такой ужаснейшей, отвратительнейшим явлением, как людоедство. Были дикари, которые воевали друг с другом, убивали друг друга и поедали. Вы знаете, что может быть более мерзкое и отвратительное? Не правда ли? Это ужасно. Это ужасно, но это факт, это было в истории человечества. С другой стороны, по свидетельству этих дикарей-людоедов, когда они смотрели на вот этих белых людей, которые тоже между собой конфликтовали и зачастую тоже убивали друг дружку. Они убивали, но не ели друг друга, они просто закапывали. Вот это вот для дикарей было ужасной мерзостью. Как можно убить просто так, чтобы его не съесть? Зачем же тогда убивать? Недоумевали они. Вы знаете, интересный момент. Может быть, кто-то из вас читал книгу, христианскую книгу и даже поставлен фильм «Дитя мира» называется. Как один христианин, миссионер, поехал вот в одно из диких племен, чтобы засвидетельствовать о Христе. Он там прожил некоторое время, достаточное для того, чтобы изучить их язык, и начал объяснять им историю Христа. И вы знаете, вот в этом племени, как ни странно, огромной доблестью считалось предательство другого человека. И вот когда он дошел в свой рассказ до Иуды, как он предал Христа, они все в восторге, аж запрыгали от радости, какой хороший был Иуда. И он пришел в определенное замешательство, не знал даже, как им объяснить. Потом нашелся у него выход из этого положения, но это отдельная история. Тем не менее, что может быть более зла, совершенного на войнах? Вот эти вот массовые кровопролития, когда люди убивают друг друга. Что может быть ужаснее? Вы знаете, мой отец был участником Второй мировой войны. Он очень не любил вспоминать эти события. Он очень мало об этом нам рассказывал. Но все-таки следующее я запомнил, что, говорит, когда идет человек первый раз вот это вот сражение, вот этот бой, когда он видит вот этот весь ужас смерти, эти растерзанные тела, эти части человеческие, разбросанные тут и там, человек приходит в шок, после которого много дней он не может смотреть на пищу. потом, конечно, чувства притупляются, но, тем не менее, это ужасно. Вы знаете, и за что? За что вот там гибли люди? Гибли за идею. Гибли за идею тех, которые сидели где-то в глубоких бункерах и никогда, если можно так сказать, не нюхали пороху. И вот за них люди гибли тысячами иногда. И даже счет шел на миллионы. За идею, за идею, вы знаете, Советский Союз так отчаянно боролся в этой Второй мировой войне, он победил. Но вот эта идея, вы знаете, почему-то немецкий побежденный народ, несравнение в более лучшем и выгодном почему-то состоянии оказался после войны, нежели победитель народ советский. И был ли смысл от всего этого кровопролития? И все же самое величайшее зло, которое совершило человечество, я думаю, вы со мной согласитесь, это то, что в определенный момент времени люди распяли Бога. Они распяли Иисуса Христа, Сына Божия, посланного Богом Отцом. Это Бог во плоти пришел для того, чтобы делать добро, служить людям, исцелять, воскрешать, врачевать. И вот за все это такая вот, такая вот нехорошая, простите за выражение, подлая расплата. Вы знаете, вот сегодня мы вспоминаем это событие, мы вспоминаем вот это вот самое величайшее зло, происшедшее в истории человечества. И я думаю, пока человечество существует, оно не перестанет его вспоминать. Вы знаете, вот тут даже у нас символы стоят. Символы крови, которая лилась, кровь лилась, и символы тела, которое разрывалось на куски. Вы знаете, дело в том, что вот это вот бесконечное зло и отношение Бога к этому злу, совершенному человечеством, по отношению к Нему самому, это бесконечное зло показывает и доказывает на столь же бесконечную и неограниченную любовь Его к нам. Только имея и безграничную любовь, можно простить вот это бесконечное зло. Дело в том, что сейчас вопрос стоит о том, как мы, каждый из нас, относимся к этому событию. Вы знаете, мы можем осуждать учеников в определенный момент времени. Они оставили Христа, они в страхе разбежались кто куда. Они ходили за Ним, они видели все Его действия, и тем не менее пришел момент, когда даже вот суровый Петр и тот, дрогнув, отрекся от Христа. Но можем ли мы судить учеников? Вы знаете, несмотря на то, что все это они видели, Христос еще не воскрес, и для них Он не стал стопроцентно, может быть, Богом. Мы не можем их судить точно так же, как мы должны судить себя, потому что сейчас нам все до конца известно. Что Христос был, Христос был распят, и Христос воскрес. У нас извинений на этот счет быть не может. Кто мы, сегодня собравшись здесь в этом зале? Дорогие друзья, как я прочитал притчу о царе, наверное, никто не будет спорить, что мы и есть те, собранные из подворотен и вот этих темных углов. Не правда ли? Если бы вот эти вот званные, приготовленные гости для пира не отказались в свое время прийти на пир, то сегодня бы нас с вами здесь не было. Это еще одна милость, это еще одно проведение Господня. Дорогие друзья, давайте обратим внимание, в каких одеждах мы пришли сегодня на этот праздник, на этот пир. Вот здесь вот у меня проводятся аналогии. Я не претендую на какие-то глубокие толкования, но все-таки мне очень вот эти два места, они созвучны, что придя на пир жениха, небесного жениха в небрачной одежде, это все равно, что прийти на хлебопреломление с грязным сердцем. Я провожу здесь довольно четкую аналогию. Вы знаете, апостол Павел, он предупреждает, чтобы люди не совершали такого. В свое время, когда он писал это послание, люди злоупотребляли едой, злоупотребляли питьем, обижали друг друга, и это было неугодно Богу. В наше время мы все стараемся перед вечерей где-то за неделю основательно подготовиться, не делать плохих дел, и, как нам кажется, нас дьявол искушает особо в этот промежуток времени. Друзья дорогие, я думаю, мы ошибаемся. Дьявол искушает нас всегда, не с меньшей силой. И никогда мы не можем оставлять недельку до хлебопреломления, чтобы потом очистить, подготовить свою одежду и прийти сюда чистеньким. Друзья, это, я не думаю, что у многих хорошо получается. Но и тем не менее, иногда вот этой вот самочистоте, самоочищению мы придаем столько значения, что иногда почему-то кажется, что мы забываем вообще, зачем мы здесь собрались. Безусловно, нам нужна чистая одежда. Если мы придем не в брачной одежде, то Господь исторнет нас от Себя. Он пошлет нас в то место, куда мы не хотим попасть, я думаю. Но и тем не менее, придя в чистой одежде, как это должно быть, давайте не забудем, для чего мы сюда пришли. Давайте мы прославим вот этого небесного жениха, прославим Иисуса Христа за то, что Он сделал это для нас. И как сегодня утром была проповедь, что для чего мы должны здесь, для чего мы присутствуем здесь? Для того, чтобы прославить подвиг Господень. Христос прославил Отца Небесного. И мы здесь, давайте будем прославлять Христа за то, что Он вот этот вот самый отвратительный поступок человечества использовал для того, чтобы дать нам с вами прощение и жизнь вечную. Да благословит Господь и дальнейший ход нашего собрания. Сейчас мы будем молиться и принесем нашу благодарность Господу за все, что Он для нас сделал. Аминь. Помолимся. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Волоска на мне не тронув, Враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, Которая дороже всех святынь Должно написанное сбыться. Так пусть же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, Ход веков подобен притче И может загореться на ходу. Во имя страшного ее величья Я добровольно в муках в гроб сойду. Я в гроб сойду, Но в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, Ко мне носут, как баржи караванов, Столетия поплывут из темноты. Аминь. 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 Звучит песня 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 Звучит песня